Друзья, привет! Я сегодня взяла вас на очень интересную экскурсию, и она будет с экскурсоводом. Здравствуйте! Меня зовут Татьяна Артёменко, и я очень рада вместе с компанией Интересный Киев приветствовать вас на сегодняшней нашей экскурсии, которая называется Ночь в замке Варона. Вот этот дом, вот виден уже, помощник мой показывает, достал лучик. Этот дом киевляне называют домом Варона, его называют замком Варона. Замком Варона Штейнгеля, а еще киевляне говорят, что это приют печального рыцаря. Якобы какой-то рыцарь, табачный король, да еще по фамилии Сальве, построил этот замок для своей любовницы и приезжал сюда к ней на тайные свидания. Много загадок у этого дома, а еще в этом удивительном доме живет призрак. Вообще, каждый уважающий себя город должен иметь старинные дома, где живут призраки. В этом доме живет призрак белой дамы. Кто такой этот призрак? Это призрак женщины, которую в земной жизни обманули или предали. И вот она находит самые загадочные дома в городах, поселяется там и ждет гостей. Сегодня она ждет вас. Двери этого дома, загадочного дома, необитаемого дома, откроются для вас. Мы поднимемся с вами по старинной, очень красивой лестнице. Мы посидим немножко, пусть у потухшего, но прекрасного камина. Мы послушаем музыку, а потом мы с вами поднимемся на самый верх. Вот сюда, в эту башню, под вот этот колпачок, крышу колпачок. И вы сможете выйти на вот этот балкончик, ведьмовской балкончик, с которого открывается прекрасный вид на ночной город. Почему ведьмовской? Мы же знаем, да, наш город, сколько у нас до 15 из их города насчитывают. Там кто живет? Ведьмы, ведьмаки друг к другу в гости летают? Отдыхать где-то надо? Вот и выбрали они. Вот этот балкончик в самом загадочном киевском замке. Идет время, мы немножко растем в численности, но в середине 19 века к нашему городу подходит ветка железной дороги. Сюда начинают ехать люди, и город начинает расти. Середина 19 века, у нас киевлян 50 тысяч, чуть-чуть времени 75, еще пару десятилетий 125 тысяч. 20 век, мы киевляне встречаем нас 259 тысяч. Где же жить всем этим людям? Ведь вокруг одно и двухэтажные усадьбы большие земельные. И тогда в Киеве происходит то, за что мы очень любим наш удивительный город 19 века. Появляются новые дома, совсем другие. Уже не выгодно иметь большую усадьбу, небольшой домик, огурцы там, помидоры выращивать. Нет. Появляется новый бизнес. Выгодно уже. До своей земли, или взяв землю в аренду, или купив землю, строить уже другие дома. Не одно-двухэтажные, три, четыре, пять, семь этажей, а потом и выше. И уже не живут хозяева практически в этих домах. Это бизнес. В этих домах они сдают комнаты, квартиры, этажи в аренду, получают доход и живут на эти деньги. В Киеве появляются доходные дома нашего прекрасного города. Новые дома. Множество архитектурных стилей, множество архитекторов. В конце 19 века, в 1894 году, большой земельный участок с вот этим особняком двухэтажным, первой половины 19 века, покупает польский помещик. У наследников уже Тараса и Анны Калиты. Польский помещик Михаил Подгорский. И строит здесь вот такой дом. Доходный дом. Вот это дом. Наша сегодняшняя экскурсия должна была бы называться «Ночь в доходном доме Михаила Подгорского». Мы не знаем, почему Михаил Подгорский заказывает архитектору вот такой необычный проект дома. Единственный в нашем городе. Больше нет таких домов. Похожий на средневековые французские замки. Архитектор строит доходный дом в четыре этажа. На первом этаже никогда не было жилых помещений. На втором и на третьем этаже располагалось по одной десятикомнатной квартире. И наверху на четвертом этаже еще две квартиры. Вы представляете стоимость жилья в этом доходном доме в сердце нашего города. У этого дома, увы, очень тяжелая судьба. И вы знаете, хоть это доходный дом, но он как настоящий средневековый замок выстоял и перенес все невзгоды, которые выпали на его дом. Я стою в арке. Этот доходный дом, этот единственный дом в нашем городе, в который нельзя войти с улицы. Дело в том, что по правилам застройки девятнадцатого века, начало двадцатого века, все доходные дома, выходившие фасадом на улице, должны и вход иметь с фасада с улицы. Этот дом единственный, войти в который можно только со двора. Здесь нет входа в дом с улицы. Я стою на проезжей части. Рядышком два тротуара. Размер вот этой проезжей части точно такой, как размер конного экипажа конца девятнадцатого века. Сюда въезжал экипаж. Можно было войти по тротуару пешком. Над аркой балкончик и знаменитые химеры. Мужские торсы с крыльями и львиными головами. Падшие крылатые демоны. А демоны кто? Падшие ангелы. Падшие ангелы. Говорят, что у них злобные лица. А мне они очень нравятся. Арка, в которой я нахожусь, богато украшена лепниной. И эта лепнина родная. Очень красивая. Все лепные украшения. А еще, вот посмотрите, вот это окошко. Арочка, окошко и два столбика. Как думаете, что это? Старожка. Старожка, да. Или дворницкая. Во второй половине 19 века профессия дворников становится очень популярной и довольно престижной в нашем городе. Дворники имели жетон. Они получали его в полиции. Они были все зарегистрированы. Им выдавали на лето фуражку, на зиму шапку. Дворники получали хорошее жалование. Ну, кто жил вообще когда-то на жаловании или живет? Дворники были очень важными людьми. Ну, во-первых, они, конечно, сообщали в полицию все о жильцах. Это понятно. Так было всегда. А кроме этого, по распорядку жизни вот в нашем городе, в конце 19 века, в начале 20 века, в 10 часов вечера закрывались двери и ворота всех доходных домов. Ну, и особняков тоже. Ну, особняк там понятно. А вот доходный дом, чтобы войти к себе домой, нужно было попросить дворника аж заплатить. А что такое 10 часов вечера? Вот рядышком здесь городской театр, наша национальная опера сейчас, да? Спектакль заканчивается в 11 вечера. Но разве мы с вами после спектакля пойдем сразу домой? Нет, мы зайдем в ресторанчик посидим, да? Может быть, мы зайдем в салон к Александре и Леониду Родзянко, послушаем музыку. Мужчины папиросу выкурят, женщины кофе выпьют, в карты играть не рекомендую. Вдруг там Алан Коев сидит за его ртом столом. И в 2-3 часа ночи мы приходим сюда, к себе домой. К вот этим воротам, прекрасно сохранившимся, а ручки-то на дверях нет? Надо постучать, попробуем. Ее не было здесь никогда. А как же тогда ты экипаж? Просто заехал и все, он туда не проезжал? Как это не проезжал ворота? Открываются ворота. Сюда ворота внутрь и въезжает экипаж. Но мы на экипаже въезжаем. Прошу вас. Николай Николаевич, я гостей привела. Добрый вечер. Прошу вас, проходите сюда. Проходите, чтобы мы все вошли. Ну что ж, мы с вами и въехали в экипажи к себе в дом, во двор, да? Вот ворота, которые открываются, видите, задвижка. Открываются они сюда вовнутрь, а калиточка туда находится на угольник. Он ничего вам не напоминает? Стрелугу. Стрелугу. Вот как-то мне сказали, тут и якорь называли, и куриную лапу называли, да? А еще что? Показывает место человека в жизни. Циркуль очерчивает сферу влияния. Ну а глаз в середине широко, понятно. Масонский знак. Мы не знаем, был ли масоном Михаил Котковский, застройщик и владелец этого участка и дома. Друзья, мы входим, наконец, в замок барона. Сейчас на входе увидим эту надпись Сальве. Привет. Здравствуй, в переводе. Замерли горгульи. Может быть, а горгульи, ведь это оборегли для дома, да? Правда, их размещали снаружи дома. Это как водостопки украшали горгульами. Но наш архитектор помещает их все внутри дома, и, может быть, именно они защитили этот дом. Прекрасная литмина. А еще она. Вот эта лестница. Эта лестница единственная в нашем городе. Вот эти белые столбики называются балясины. И эти балясины гипсовые. Белые гипсовые балясины. Вот эти перила тоже гипсовые. Они литые. Может быть, поэтому и сохранилась эта лестница, что не деревянная, не горела. И лестница с вот такими гипсовыми балясинами. Эта лестница перед вами единственная в нашем городе. Она удивительная и прекрасная. А еще ступеньки. Вот эти ступеньки... Вообще, вот Михаил Подборский покупает участок земельный в 1894 году. В 1896 начинается строительство через два года. В 1898 здесь появляются первые жильцы. За два года строится вот этот замок. В моду входят узкие женские платья. Вот мы сейчас привыкли, мы вот все влюбим, так? Куда хотим, туда и шагуем. Узкие женские платья. Не просто узкие, а вот такие узкие женские платья. Вот попробуйте куда-нибудь в таких платьях дошагнуть. Наш архитектор предусматривает в этом доме даже такую мелкую деталь. Ступени очень низенькие, удобные под маленькую женскую ножку и очень удобные перила, которые укладываются в ладошку. Притом независимо, большая ладонь или маленькая, они умеют укладываться в любую. Этот дом сейчас находится в частной собственности. Вы об этом все узнаете, я вам все расскажу. Мы в этом доме гости. Все, что можно, мы увидим. Ну что ж, поднимаемся. Субтитры сделал DimaTorzok